Группа А, второе задание Выполнить как можно больше повторений в течение 15 минут 30 бёрпи, 30 подтягиваний до подбородка 30 бросков мяча в мишень, 3 метра мужчины, 2,7 метра женщины 30 махов гирей, 24 килограмма мужчины, 16 килограмм женщины Бёрпи В нижней точке движения атлету необходимо лечь на пол, касаясь пола грудью и бёдрами В конечной точке необходимо выполнить прыжок и при полном распрямлении в тазу и коленях выполнить касание руками во фронтальной плоскости или за ней Не засчитывается движение, при котором в нижней точке движения атлет не касается пола грудью Не засчитывается движение, при котором в верхней точке движения атлет не распрямляется в тазу или коленях Не засчитывается движение, при котором в верхней точке движения атлет не выполняет касание руками или касается спереди относительно фронтальной плоскости. Подтягивание до подбородка. В исходном положении атлет должен выполнить вис на перекладине на полностью распрямленных в локтях и плечах руках. В конечном положении подбородок атлета должен быть выше перекладины. Допускается выполнение подтягивания строгим стилем, киппингом, батерфляем. Допускается спрыгивать с турника после достижения верхней точки движения. Не засчитывается движение, при котором в положении виса на турнике атлет не распрямлен в локтях или плечах. Бросок мяча в мишень. Мяч поднимается к груди через полное распрямление в бедрах. При выполнении бросков мяча необходимо в нижней точке опускаться в полный сет, при котором ось вращения тазобедренных суставов ниже оси вращения коленных суставов. В верхней точке мяч должен коснуться стены выше отметки 3 метров для мужчин и 2,7 метра для женщин. Повторение засчитывается при касании мячом стены. Не засчитывается движение, при котором в нижней точке движения бедра не опускаются ниже параллели или ось тазобедренных суставов не опускается ниже оси коленных суставов. Не засчитывается движение, при котором в верхней точке движения мяч не касается стены, либо касается ее ниже отметки 3 метров для мужчин и 2,7 метра для женщин. Не засчитывается движение, при котором мяч поднимается на грудь во время отскока от пола после падения. Не засчитывается движение, при котором при подъеме мяча на грудь происходит полное распрямление в бедрах. Махи гирей При выполнении махов гирей необходимо поднять гирю над головой до полного распрямления в коленях, тазу, плечах и локтях. Тело гири должно быть направлено вверх. В нижней точке руки должны быть распрямлены. Не засчитывается движение, при котором в верхней точке локти или плечи не распрямлены. Не засчитывается движение, при котором в верхней точке тела гири направлено вперед или вниз. Не засчитывается движение, при котором в верхней точке коленные или тазобедренные суставы остаются согнуты.